Городская дума приняла проект закона о бюджете на следующий год и плановый период 2016-2017 года. За проголосовали большинство депутатов, против 5 парламентариев. Стартовый капитал на 2015 год сформирован с приростом в 300 миллионов рублей. Средства на повышение зарплат муниципальным служащим не предусмотрены. Немного больше будут получать работники сферы культуры и педагоги. Плата, например, педагогических работников составляет 20 тысяч 39 рублей, то в следующий год она будет уже составлять 22 тысяч 487 рублей. По садам, соответственно, также будет повышение. Если в этом году заработная плата составляет 16 тысяч 375, в средний, то в следующем году она будет составлять 18 тысяч 986 рублей. Депутат Николай Плотников не согласился сразу с несколькими пунктами распределения бюджетных средств. Наибольшие споры вызвало предложение приостановить финансирование электронной столовой и электронной карты школьника. Мотивация убедительна. В непростые для экономики времена подобные проекты что-то вроде деликатесов, от которых можно и отказаться. Мнения разделились. 10 депутатов поддержали Плотникова, а большинство, 14 человек, проголосовали за продление финансирования. Это не вопросы, которые шли в разрез принятия бюджета, а это вопросы текущего характера, которые обсуждались в 2014 году и будут обсуждаться в 2015. И я считаю, депутаты имеют право их задавать в любом варианте, в любом случае. Хотя вы сегодня слышали, кто-то говорил, что нарушение регламента. Я, например, считаю, что депутатский корпус, даже потому, как они голосовали по этому вопросу, показал, что мнение расходится. А раз мнение расходится, значит обсуждаться должно на городской думе. Интересным оказался вопрос об изменении границ городского округа Иваново. Инвестор предлагает расширить областной центр за счет присоединения земель Ивановского района, которые находятся у него в собственности. Там бизнесмен планирует построить новый жилой микрорайон, что-то вроде Ильинки. Предложения заманчивые и пока на рассмотрении. С точки зрения инвестиций, это приток в город Иваново 18 миллиардов рублей. Это, естественно, налоги, земельные налоги. Это, естественно, налог на недвижимость. И, ну, самое главное, самое главное, как нам докладывали, это примерно 22 тысячи количества жителей. По словам инвестора, на 2015 год у него намечено проектирование микрорайона. Стройка начнется в 2016 году и продлится около 10 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.